...меньше, чем обычно, но я думаю, они присоединятся позже. Сегодня мы не будем брать следующее занятие, потому что завтра занятия нет, то есть мы его перенесем потом, продолжим в среду. И мы сделаем так, сегодня мы продолжим практическое занятие, которое мы начали во второй части предыдущего тренинга, лекции, занятия. Перед вами предыдущая программа. Мы сегодня сделаем по аналогии, только разделим ее на две части. Сначала давайте сделаем небольшое повторение, объясню, как это все работало, потом мы сделаем с вами практическую задачу, но на этот раз уже мы сделаем по-другому. Вы уже попытаетесь самостоятельно, поблочно предлагать варианты записи, то есть попробуем сделать практическое занятие полностью. И после занятия также еще будет такая домашняя работа вместо занятия завтрашнего, которую я проверю. Опять же, все практические работы проверены. Кто отсылал тикеты. Начинаем, да? Первое. По данной программе, давайте еще раз ее запустим, как она работала у нас. Мы сегодня сделаем примерно такую же программу. То есть это обработка покетинг, да, обработка кармана методом линейной интерполяции, либо линейный карман, где самая главная переменная, которая у нас называется переменная 107, может быть и 106, она тоже главная. В данном случае переменная 107 у нас необходима для того, чтобы подсчитывать, все, я остановлю, переменная 107 у нас необходима для того, чтобы подсчитывать количество проходов. При этом переменная 106 указывает максимальное количество проходов, которое необходимо. как мы его получили мы взяли ширину нашего нашей детали предположим будущее это 125 миллиметров напоминаю что смысл макроса есть заключается в том что мы можем изменить эти значения вот я сейчас изменяю это все и все и все на и все по-другому теперь сделаем 250 на 100 прямоугольного типа вот такого то есть программа автоматически перестроилась в этом есть смысл макро вы видите что также перестроилась количество проходов и что проходов у нас была переменная 106 мы использовали новый конце занятия ознакомились оператор это называется фикс который необходим для такой фиксации данном случае округления до наименьшего целого значения которое было переменных то есть она рандомно менялась переменная 101 разделить на переменная 102 и на 2 умножить на 2 это следующий алгоритм которым мы берем ширину делим ее на 2 и умножаем на количество проходов то есть мы берем насколько мы смещаемся умножаем это на 2 и это значение мы должны поставить в знаменатель да то есть мы делим фактически на это значение результате получаем количество проходов которые нужно пройти за проход мы взяли вот такое перемещение значит вправо вперед влево вверх вперед то есть право вперед лево вперед получается что по оси line игре кепсела как кому удобно мы перемещаемся на два шага шагом у нас было переменная 102 он же 2 например я сейчас могу поменять шаг будет 55 нужно 210 значит по 10 миллиметров мы поднимаемся вверх длина у нас 250 250 делим на 10 получаем 25 перемещений вот и таким методом мы можем это выполнить нейтрально посчитал 100 у нас на 10 10 перемещений получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 конец мы могли там предлагали не помню же то андрей по моему то есть мы могли там сделать дополнительное одно перемещение поставить тут фаб например если бы мы бы получили хотя бы больше на одну сотую миллиметра то вот мы добавили бы его он как бы выходил бы за пределы деталь но это уже нюансы кому-то не то что как хочется по технологическому процессу нужно смотреть либо зависимость от материала либо крепления материала дальше у нас было условия которое считала сколько мы уже сделали и сравнивала с значением сколько нам нужно сама операция у нас проходила в инкрементной форме для удобства по моему и сначала абсолютно написали да потом рекомендую перевели дальше перешли в 90 и единственная переменная которая у нас изменялась это переменная 107 переменная 107 и то есть то число которое у нас подсчитывала значение сколько нам нужно сделать выполнить этих перемещений получается что переменная 107 это такой счетчик который изменяя на 1 миллиметр на 1 на 1 деление до 1 показатель на один проход увеличивает это значение для того чтобы результате сравнить его с условием и положить с переменной 106 сколько всего нужны и и уже получить положительный ответ условия это true до логическая да правда и выйти по условию с помощью галту 100 а галту 50 постоянно возвращал на n50 фактически его зацикливая и в этом цикле изменяет переменную 107 увеличивая на 1 мы доходили от 0 до переменной 106 а переменная 106 это сколько этих проходов нужно вроде с одной стороны сложно да какие-то много переменных ну тут с одной стороны много лишнего например там можно было много чего не вводить если шаг не меняется можно было тут шаг и изменять если не меняется глубина уже не меняли можно было не вводить переменную можно еще немножко было сократить что-то поубирать но это неважно мы сегодня мы изучаем макро и нас интересует выше алгоритмы использования этих перемен кроме этого мы могли использовать переменная как локального типа потому что мы не выходили из рамках программы второго аргумента то что мы изучили это и bc и gk от перемена 1 до перемена 33 использовать глобальные перемены но не системные системные нельзя записывать и солян не не предназначены такая программа перед вами скажите кого есть вопросы по ней потому что если просто никого нет и всем все понятно тогда мы сейчас перейдем к новой и вы будете сами делать частично буду помогать кого возникли вопросы возможно кто-то может не понимает по алгоритму для чего там нужны условия либо что такое киев что делает фаб всем все понятно окей хорошо надеюсь меня слышно никто не говорит никто не пишет окей слышно 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 хорошо тогда мы делаем так мы сделаем вот да да понял мы сделаем следующее давайте создадим новый файл обновим его вот так с нуля очистим переменная все а пусть будут пусть они вас путают и сейчас мы сделаем следующую программу мы рассмотрели три варианта помните из инженерной графики но не все это изучали тогда скажем так ли недавно я нарисовал варианты в системах саппор в которых у нас выполняется обработка кармана и вот один из вариантов вот такого типа обработка когда перемещение идет горизонтальная из смещением шаг увай но она может быть и так вот и второй вариант кармана это обработка вот такого типа покетинг контурный третий вариант спираль как архимедова спираль но мне кажется смирать будет сложно потому что много человек пять точно не изучала программирование тут нужно будет делить на части в принципе это и для меня сложно математически нужно использовать синус это немножко сложновато нужно будет подумать поэтому не будем это брать но мы возьмем вот такое вот такую обработку кармана и построим ее но также ноги сначала сделаем это вот я хотел еще повторить круговую интерполяцию и вставить код круговой интерполяции для обработки для того чтобы мы с помощью для того чтобы мы еще и регулировали то есть как бы вот так я хочу сделать нет вот так я хочу сделать чтобы начиналось внутрь эти такой покетинг и при этом еще и проход соуса там с круговой интерполяции ну что вообще круто было но сначала мы сделаем вот этот вариант и вы можете предложить как думаете как будет легче или сложнее как лучше сделать вот такую обработку или вот такую обработку то есть где вход происходит inside или outside где начало идет снаружи либо изнутри как вам больше нравится как легче как думаете один это вот это слева или вы хотите с внутри начать слева снаружи я тоже думаю что нужно сначала начать снаружи а не внутри внутри ну надо подумать но это тоже можно сделать конечно мы найдем с легкий вариант потому что как бы особо изучаем теорию но какие-то там примеры делаем а так чтобы полностью посвятить практической теме такого у нас нет поэтому сегодня мы это сделаем и так также нам нужно выполнить следующее давайте подумаем а где мы будем начинать эту обработку в каком углу положим если у нас есть габариты мы должны задать то как легче задать чтобы отсюда начиналась обработка или отсюда или отсюда или отсюда с какого угла лучше идти левый нижний мы всегда берем окей а почему потом все в плюсе у нас согласен но с другой стороны если мы будем использовать инкрементную форму то тогда неважно поэтому я предлагаю следующее сегодня мы вместе создадим такую программу а домашним вашим заданием таким на котором вы можете очень долго думать но желательно придумать этот вариант вы сможете сделать так чтобы автоматизировать эту программу так чтобы она полностью изменила алгоритм и начинала не с этого угла а например вот с этого либо с этого либо с этого не изменяя код программ это вы просто подумаете после того как мы это сделаем итак начнем то есть мы пишем программу для обработки pocket к кармана в которой используется вот такой стиль где есть конкретное начало это левая нижняя . где есть конечная . да где карман заканчивается находится внутри соответственно не может быть . которая зарезает до либо там увеличится другую сторону 0 у нас также должен где-то выбираться где мы хотим начать то есть x0 войной стартовый мы должны задать и и все ну и должны задать шаг смещения да вот а теперь вы подумайте сколько нужно переменных предлагаем сколько нужно перемен как думаете ну ладно давайте удалим эти перемены что-то не мешаем сколько нужно перемен для того чтобы получить раму которую я сбалансировать вот сколько нужно время посчитать ну хотя бы пример как минимум пять переменных для начальных условий да так пять раз два три четыре пять шесть у меня шесть ну может и пять хорошо теперь будем вводить их теперь будем вводить их давайте возьмем сегодня глобальные переменные переменные ну просто для интереса берем наш пять перемен я имел ввиду вот так как бы для комментариев примерно 500 что записываем x начальная x 0 так хорошо начать x 0 это откуда мы начинаем обработку хорошо окей я вас вадим попрошу сегодня немного дать другим возможность хорошо знаете материал на сто процентов вы можете сами преподавать икс портвой что просто другие подумали дальше координатовой дальше предлагаем 502 503 504 что еще нужно указать здесь длина по иксу хорошо то есть мы можем указать длину по иксу и длину наверно повар да получается габариты да где нужно его поместить то есть поместить его внутрь например вот этого квадрата или прямоугольника да чтобы отсюда начать и внутри зак и он прошел по этой границе супер хорошо так и сделаем давайте задаем значит это у нас получается координаты 150 на 200 50 на 100 это у нас будет наши габаритные размеры по икс и по войне дальше что еще глубина ну окей хорошо давайте глубину 504 глубина 2 положим я сам виду эту переменную я ее подразумевал мы просто забыл об этом сказать как бы идея заключается в том чтобы не просто поставить такую программу написать да а еще чтобы она отрабатывала за какое-то число подходов проходов например там за два прохода за три прохода поэтому мы указываем количество проходов количество проходов это будет например 3 такое количество проходов то есть вот давайте снимем 3 миллиметра 1,2 миллиметра это максимальная глубина и пройти ее нужно за один проход на глубине 0,4 до 2 проход на глубине 0,8 и 3 на глубине 1,2 ну я вам сразу подскажу что нужно сделать чтобы вы не сказали что это сложно у вас будет два условия и два счетчика дальше 3 это будет количество проходов давайте назовем это счетчика для проходов кац дальше что еще нужно судя по этому чертежу шаг по иксу шаг по ваю ну давайте сделаем шаг один смещение между инструментами потому что ну такого алгоритма как бы нет системах саппорт чтобы отдельно было по икс смещение на пола и обычно просто овсе то есть на сколько нужно смещаться как бы по диагонали мы напишем это в общем окей примерно 506 и это будет шаг хорошо делаем шаг 5 это будет шаг по x вай для инструмента дальше если еще какие-то перемены я самые главные переменные не вижу честно говоря есть еще одну должна быть главная переменная которая остановит этот цикл у нас пока нет это стоп по игре нет степ по игре у нас и по x и по игре это 506 то есть и так будет 5 смещаться и так как раз об этом говорил потому что таких нет алгоритмов что можно вот мы могли написать это вручную ну зачем отлично счетчик алексей счетчик чего счетчик чего что он что он будем считать